Сотрудница Кумертауского почтанта попрощалась с очередным пенсионером, которому она выдала пенсию и стала спускаться по лестнице вниз. В этом подъезде деньги розданы и нужно спешить дальше. Оставалось только выйти на улицу. Женщина открыла дверь в тамбур, как вдруг ей в лицо ударила струя газа. Тревожное сообщение о том, что в одном из домов на улице Мира ограблен почтальон, поступил в дежурную часть отдела МВД России по городу Кумертау. Прибывшая на место пришествия следственная оперативная группа немедленно приступила к поиску злоумышленника. Служебная собака сразу взяла след и повела кинолога за угол дома, в ту сторону, куда скрылся злоумышленник. Полицейские опросили соседей. Однако, по словам жильцов, никто ничего не слышал. У нас это не слыхать никогда. Я в спальне лежала, пришел муж, дверь открывает, стоял полиция. Жильцы говорят, что знают почтальоны не первый год и очень жалеют, что на нее напали. Работает на почте. Мне заходить, выйти, и то трудно. А работают они, я не знаю. На чеку. Я за нее даже плакала. Очень прекрасный женщина. В соседнем дворе полицейские обнаружили пустую почтальонскую сумку. А вскоре задержали и подозреваемого в грабеже, 38-летнего местного жителя. Мужчина признался содеянным. Как только почтальон открыла дверь, злоумышленник брызнул ей в лицо из газового баллончика и начал отнимать сумку. Мужественная женщина, несмотря на сильную резь в глазах, не сдавалась и активно противостояла нападавшему. Однако преступник выхватил поклажу и бросился бежать. Денежные средства сколько там было? Не помнишь? Я не считал. Я просто засунул его все. Ну, потом... На эти денежные средства что сделали? Я сискал. Что? Кредит заплатил. Так. Потом... Где? В сауну поехал. Потом остальные средства? В сауну съезжал и все, и потом отливаюсь, денег нет. Для 56-летней почтальонки этот случай стал серьезным потрясением. Она до сих пор не может отойти от произошедшего, поэтому интервью согласилась дать только инкогнито. Ой, большое спасибо всем-всем, кто участвовал в раскрытии преступления. У них так много было их в этот день. Ну, многих заполнило в лицо, конечно. Но очень много их было. Работали просто оперативно. Быстро приехали, быстро оперативно. Прям разбежались все в разные стороны. Все бегом-бегом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова